МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнуржакин. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Уголовное дело заведено по факту распространения недостоверной информации. Компания по производству молочных продукций опровергла слухи о заражении своей продукцией сибирской язвой. Лучшие образцы оборудования для горно-металлургической отрасли. В Караганде стартовала 12-я международная выставка «Майнинг Уик Казахстан-2016». В работе выставки принимают участие 86 компаний из 11 стран мира. Осужденный за прорыв дамбы в селе Кукпекты предприниматель Владимир Крючков считает приговор суда абсурдным. На его защиту встали бизнесмены области и чиновники. Как они намерены обжаловать приговор, вы узнаете из сюжета о Имамриной. Судья наверняка дадал указание сверху, чтобы никоим образом не дискредитировать власть. Но ведь если вы не хотите дискредитировать власть, зачем невиновных сажать? Обо всем более подробно. В Казахстане появится единая диспетчерская служба скорой медицинской помощи. В Карагандинском медицинском колледже откроют высшую школу медицинских сестер. А школьные медработники будут подчиняться делам здравоохранения, а не образования. Об этих и других новшествах рассказала министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюсенова в ходе отчетной встречи с населением. Министр здравоохранения и социального развития страны Тамара Дюсенова встретилась с населением. В ходе встречи главный врач страны рассказала гражданам об изменениях, которые грядут в системе здравоохранения. По ее словам, в скором времени в Казахстане заработает единая диспетчерская служба медицинской скорой помощи. Централизованный колл-центр будет оснащен GPS-навигациями и в состав бригады медиков будет входить санитарная авиация. Это поможет улучшить качество оказания первой помощи, на которую так часто жалуются люди. По последним данным, озвученным министром, школьники часто страдают сколиозом и нарушением зрения. В связи с этим детским заболеваниям будут уделять больше внимания. Специально для этого школьные медработники будут подчиняться управлению здравоохранения. Если раньше они работали на систему образования, то с 2018 года медработники будут прикреплены к поликлиникам. Приходя в школу, с первого класса на ребенка должен заводиться в школе определенный паспорт здоровья и медицинская сестра. Медработники, которые прикреплены к этой школе, должны в течение 10-12 лет вести этого ребенка, следить за его здоровьем, при необходимости проводить некую корректировку в условиях поликлиники, на чьей территории находится эта школа. Карагандинский медицинский колледж войдет в пилотный проект по новой модели обучения медсестер. При колледже создадут высшую школу медицинских сестер. Система обучения гарантирует выпуск специалистов трех категорий. Первое начальное звено, второе – медсестры с функциональными обязанностями врачей и третья категория – управленцы и кадровые работники. Все эти новшества ожидаются с середины 2017 и начала 2018 года. Айям Амрина Жахслак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Компания «Натеже» опровергает слухи о заражении молока бактериями сибирской язвы. Сотрудники молочной компании написали заявление в полицию с просьбой наказать распространителей дезинформации. За содействие в поимке злоумышленников компания обещает вознаграждение в 1 миллион тенге. В карагандинском пресс-клубе провели очередной брифинг, на котором разъяснили ситуацию, а также рассказали о состоянии здоровья госпитализированных и жителей села. Среди госпитализированных в инфекционную больницу есть студент 5-го курса медицинского университета. Он дежурил вместе с врачами и осматривал пациентку, которая погибла от сибирской язвы. Его диагноз еще не подтвержден. Вместе с ним в больнице находится еще 7 человек. У шестерых из них, включая 10-летнего мальчика, уже диагностировали сибирскую язву. Состояние пациентов удовлетворительное. Возможно, к концу недели всех выпишут. Как контактный он был госпитализирован в областную инфекционную больницу. Ему после того, как был контакт, он прошел курс антибиотикотерапии профилактической целью. Сейчас он находится в областной инфекционной больнице. Состояние удовлетворительное. Взяты все необходимые лабораторные исследования. Также Фазыл Кобаев пояснил, что 27 июня в инфекционную больницу поступили еще двое – мать с ребенком. Их осмотрели врачи и отпустили. Общее количество контактных жителей села достигло 73 человека. По информации инспекции ветеринарного контроля, 25 июня в селе Яркендек уничтожен полуторагодовалый бычок. У него тоже было подозрение на заражение. Также в селе уничтожено 74 кошек и собак. Сейчас весь скот прошел вакцинацию и пасется на специально выделенном пастбище. 10 неогражденных скотомогильников будут изолированы. В последнее время в мессенджере «Ватсап» стали появляться аудиорассылки о заражении молочной продукции компании «Натиже». В связи с этим руководство компании выступило с обращением к населению региона и страны. Они опровергают слухи о заражении молочной продукции и бактериями сибирской язвой и уже написали заявление в полицию. Компания обещает вознаградить тех, кто поможет задержать злоумышленников. Для выявления авторов этих слухов объявляем вознаграждение в 1 миллион деньги, кто предоставит достоверную информацию нам или в органы следствия. А вот допустившие оплошность в работе медики будут наказаны вплоть до уголовной ответственности. Об этом заявила министр здравоохранения и социального развития Тамара Дюсенова. Конечно, если факты некачественной медицинской помощи будут доказаны. Сейчас работу врачей проверяет специальная комиссия. Она огласит результаты в двухнедельный срок. А.М. Амрина Улжас-Габасов, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. В Караганде состоялось открытие 12-й международной выставки технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр «Майнинг Уи Казахстан-2016». В этом году в выставке приняли участие 86 компаний из 11 стран мира. Достижения в горно-металлургической отрасли оценила Асель Сызанбаева. Майнинг Уи Казахстан. У нас очень многие компании уже 12 лет принимают участие в наших выставках. Если бы не было результата, вряд ли бы, наверное, кто-то к нам в Казахстан ехал. А значит, наверное, заключаются какие-то контракты. Вот на этой выставке в этом году у нас приехала польская делегация, которая намеревается подписать меморандум с Акиматом Карагандинской области. Наверное, этот меморандум как раз будет заключать какие-то аспекты по поставкам оборудования, может быть, технологии каких-то, сервисных услуг. Но об этом, наверное, можно будет судить по окончанию выставки. Потом уже видны будут ее результаты. На выставке представлено оборудование и технологии для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр. Основными разделами являются горнодобывающие технологии и оборудование, технологии геологоразведки, технологии и оборудование для металлургии, энергетическое оборудование и многое другое. Участие в церемонии открытия принял Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков. В это непростое время, когда экономика мировая испытывает значительные проблемы, именно разговор о решении этих проблем. Мало того, здесь на площадках этого форума обменяться мнениями, какие технологии могут быть реализованы, привлечены для того, чтобы повысить эффективность работы наших горно-металлургических предприятий, угольных предприятий, для того, чтобы в этих непростых финансо-экономических условиях сохранить конкурентоспособность, а тем самым обеспечивать сохранение рабочих мест, развивать свое производство, ну и просто как предпринимателям получать все-таки прибыль. Выставка представляет большой интерес для предприятий крупнейшего индустриального центра республики, каким является Карагандинская область. Основой экономики региона составляет горно-металлургическая промышленность. Руководители и специалисты, горники-металлурги, машиностроители, ученые, имеют возможность обменяться опытом, ознакомиться с новейшими технологиями и оборудованием зарубежного производства. А также заложить прочные связи для дальнейшего сотрудничества. Осель Созамбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. 30-летний карагандинец на цементовозе столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом на трассе Житсу-Астана. ДТП произошло во вторник вечером. Об этом сообщает пресс-служба ДВД Акмолинской области. Столкновение многотонных автомобилей было лобовым. В автобусе находились 51 пассажир. Один из них получил ушиб руки. Водитель автобуса ударился головой, однако от госпитализации отказался. Цементовозом управлял 30-летний житель Караганды. В аварии он не пострадал. По факту ДТП начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса нарушений правил дорожного движения. На месте работают полицейские, проводят ряд мероприятий и устанавливают причины аварии. В Тимиртау из-за дождя подтопило дорогу на проспекте Металлургов. Около двух часов автомобили и пешеходы были вынуждены объезжать и обходить потопленный участок. Смельчаки застревали в огромных лужах. Очевидцы прислали кадры водяного плена к нам в редакцию. На кадрах запечатлена размытая дорога и автомобили, рассекающие водяной плен. Пешеходам тоже приходится не сладко. Уровень воды такой, что доходил людям до колена. Также на видео попала заглохшая машина. По информации УЧС города Тимиртау, подтопление произошло из-за дождя, который лил в течение часа. На месте подтопления работали спасатели и полицейские. Движение потихоньку восстановили. Воду не откачивали, а просто дали ей стечь в канализационный сток. Вода уходит через колодец, то есть водослив. Уже общественный транспорт ездит в этом месте. Ширина перелива метров 100 осталась прямо напротив ЦУМа по улице Металлургов. Без вины виноваты. Пухожирауский районный суд приговорил к 3 годам лишения свободы арендатора водохранилища Кукпектинская. Напомним, что в результате прорыва дамбы в селе Кукпекты утонули 5 человек. Погибло более 300 голов скота, были повреждены 300 домов. Осужденный Владимир Крючков и бизнесмены области с таким приговором суда не согласны. Они намерены направить письма с протестом в администрацию президента, суды и генеральную прокуратуру. Сегодня предприниматели обсудили проблему в присутствии журналистов. Встреча прошла на повышенных тонах. Предприниматели области в открытую критиковали судебную систему, из-за которой, по их мнению, Владимир Крючков незаслуженно получил срок. Из шести вечера до полустрового ночи нельзя было эвакуировать тысячу людей. Это смех. А сделали Акимов район окрайний. Хорошо хоть не посадил. Поселок окрайний. Хорошо хоть не посадил. У нас просто очень любят делать виноватых стрелочников. Я понимаю, что судья наверняка дадут указания сверху, чтобы никоим образом не дискредитировать власти. По словам защитников Крючкова, жители Кокпекты тоже знают о невиновности осужденного. Сельчане неоднократно выступали в суде в его защиту. Однако суд не принял их доводы во внимание. Согласно версии гособвинителей, Крючков самовольно занимался реконструкцией плотины. Именно поэтому дамба не удержала воду, и ее поток затопил село Кокпекты. Владимир Крючков считает приговор абсурдным. Время порядка 100 с лишним жителей села отказались вообще и сказали, что мы заявление не писали. Мы не хотели, чтобы нас признавали потерпевшими. Тем не менее суд первой инстанции признал всех потерпевшими. И вот суд первой инстанции, конечно, действительно написал такую чушь, от которой просто я, честно говоря, после того, когда суд прочитал 3 года лишения наказания колонии, я своего адвоката поддерживал в течение часа рукой, чтобы на выборах не упал. Виновниками трагедии были признаны три человека – предприниматель Владимир Крючков и двое чиновников – Аким Силакукпекты Бакджан Смаилов и глава отдела ПЧС Бухаржраусского района Рина Джентуликов. Но последние двое избежали ответственности из-за срока давности дела. Предприниматели возмущены таким раскладом. Мы говорим о необходимости прекращения такого незаконного прецедента, возбуждения дела в отношении лиц, которые могут каким-то образом материально ответить за те ошибки, которые делают на самом-то деле не субъекты бизнеса, а возможно это такое комплексное, это могут делать и государственные органы, отдельные чиновники. Иногда это может быть ошибка просто самого населения. Но это все вешается на тех, кто может отвечать по этим обязательствам своими материальными ресурсами. Защитники Крючкова намерены отправить письмо в администрацию президента, суды и генеральную прокуратуру. Чем закончится дело пока неизвестно. Однако бизнесмену в скором времени придется отправиться в колонию. А.М. Амрина и Сламбеку Спан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. И последнее. Борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач государства. В ходе специального круглого стола антикоррупционные службы обсудили новый закон, принятый в республике в ноябре прошлого года. Нулевая терпимость к проявлению коррупционных правонарушений. Это отражено в новых нормативно-правовых актах, которыми сегодня руководствуются антикоррупционные службы. Отменено условное осуждение за преступления, связанные с коррупцией. Введена норма, позволяющая конфисковать имущество осужденного. Очередным этапом модернизации антикоррупционной политики стало принятие специального закона о противодействии коррупции. Отреплены антикоррупционные ограничения для всех государственных служащих и служащих в базе государственного сектора. Расширенную субъекту коррупционных правонарушений. В целях ограничения нарушения служебной этики от коррупционных правонарушений исключена дисциплинарная ответственность за коррупционные прослушки. Теперь считается действием, дискредитирующим государственные службы. За пять месяцев этого года антикоррупционными службами зафиксировано 142 уголовных правонарушения, из них 75 являются коррупционными. За это же время 35 должностных лиц уличены в совершение 44 коррупционных преступлений. На совещании сделан акцент на том, что к ответственности необходимо привлекать всех виновных, вне зависимости от должностей и рангов. На совещании также отмечено, что если раньше борьба с коррупцией шла по пути ужесточения ответственности, то сегодня акцент смещен на предупреждение коррупционных правонарушений. Для этих целей ведется активная работа с представителями бизнес-сообщества. Главная задача Казахстана на ближайшие годы – войти в тридцатку самых развитых стран мира. А это невозможно без системной борьбы с коррупцией, отметили участники «Круглого стола». Андрей Тен, Исламбек Оспан, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Продолжение следует...